но и дорогие друзья приветствую вас на канале гелару меня зовут анна и сегодня у нас очень интересная тема мы сегодня с вами поговорим о необычной вышивке которая представлена в бренде его резин штан и что же это за необычная вышивка вот я вам сейчас ее покажу вот у меня примерчик есть ведь какая длинная полосочка с вышивкой разъем разверну вот пожалуйста и это такой стилизованный товар который у нас есть большом ассортименте и сегодня мы с вами поговорим что же это такое интересно оказывается скандинавских странах очень очень давно когда люди не имели дверных звонков висели колокольчики и в эти колокольчики было принято звонить потом колокольчики подвешивали все выше и выше и было не очень удобно придумали веревочки ленточки а потом уже рукодельницы добавили к этим ленточкам вышитые орнаменты сюжет и так понеслось и поехало и уже перетекло в наше время когда уже мы не используем верных колокольчиков но мы используем вот этот вот интересный ход высокая такая длинная вышивка который мы можем разместить на стене и украсить ее различными различными сюжетами цветами орнаментами животными чем угодно тем чем вы увлекаетесь и хотите быть увлечены и вы видите что данные вот название как раз таки у этих старинных вышивок и вообще приспособление с колокольчиком назывались клоки стрэнги и вот этих клоки стрэнгов как вы видите у меня сейчас несколько вот за мной тут висят два да вот потом мы немножко поближе посмотрим и здесь у меня на столе два и еще у меня целая пачка которую мы сегодня с вами посмотрим представлен товар на гелару этой вышивки я напомню датский бренд евразенштанд и я предлагаю вам все таки да вот немножечко посмотреть как это красиво бывает и стильно в оформлении дома это длинная вышивка который можно повесить около двери например или около около дверей между дверей до либо тех местах где вы не задействуете пространство например под выключателями а длинные разные бывают поэтому сейчас мы с вами посмотрим от самых длинных потом посмотрим небольшие варианты различные сюжеты и так я предлагаю вам просмотреть поближе на эту интересную вышивку и так евразенштанд как мы знаем датская компания и она свои наборы изготавливает на льне и на аиде и это нужно учитывать когда вы выбираете вышивку данном случае мы сейчас вами рассматриваем у нас есть образец артикула 13 309 вышивка называется у вышивки есть свои названия охота птицы животные то есть это такая охотничья тема и давайте посмотрим эту вышивку пользуясь таким великолепным случаем что у нас есть образцы мы сейчас с вами разглядим как же это все красиво преобразовано вот смотрите различные сюжеты но собранные воедино в одну композицию различные животные которые мы можем видеть да или не можем видеть только некоторые могут себе представлять этих животных но вот очень интересно все это собрать вместе в одном небольшом таком панно и это очень интересно вышивать несложно вышиваете кусочками равномерно перемещаетесь снизу вверх или сверху вниз и вышиваете небольшие сюжеты но как вот мы видим очень красивые милые уточки вот и полете утка но и вот такой вот хищник у нас на самом конце нашей вышивке и вот эти колоке стренге они потом знаете когда стала уходить вот это вот прямое назначение все-таки не могли быстро переформатировать все эту задумку оставляли вот такие вот кружочки для подвесов и зачастую вешали либо бубенчики либо колокольчики и в некоторых наборах его разин штат до сих пору есть вложение в виде колокольчика и вот таких вот хангеров ангер держатель для панно либо такие хангеры входят набор тоже нужно обращать внимание либо не входят и продаются отдельно вот в данном случае такие хангеры были приобретены отдельно и вот закреплена вышивка на эти хангеры хангеры в комплекте два и они раз разные смотрите пожалуйста один хангер имеет маленькое колечко другой побольше и размещается это именно вот в таком вот виде то есть верхние это с маленьким колечком нижний большим но и в принципе на обложке набора также есть рекомендация по украшению этого этой вышивки этого дизайна вот эту в данном случае здесь использован другой более такой живописный хангер узорчатый это тоже все в ассортименте есть брендов его резинштант и пермин мы знаем что это два смежных бренда представляемых одной компании и вот этот набор который мы сейчас с вами рассмотрели вот он представлен в такой упаковочке размер его 16 на сто двадцать пять сантиметров и мы видим сзади прекрасным разобранная мулиной dmc и канву давайте же все таки откроем наборчик один раз посмотрим все таки что у нас является составлением наборов подобных и уже следующие дизайны мы не будем заглядывать просто будем любоваться дизайнами так составе набора как я и сказала разобранная мулиной dmc и вот эти фирменные картонные органайзеры от пермин и мы видим что все номера пронумерованы и соответствует таблице ключей которая включена в состав набора ну значит по схемам у пермин и у евразинштант это одинаковое качество печати схема данном случае я бы не сказал что супер крупная она обычная такая и она дается уже с рекомендациям отсчета клеточек сколько нужно клеточка вступить и продолжить дизайн иголочка тоже фирменная составе набора и кусочек льна в данном случае 26 каунта лен это датский лен и мы видим что здесь прям вот дана полоса на одну сторону обратную сторону вы уже сочиняете сами подготавливаете нужным необходимый материал ткань и уже дорабатываете самостоятельно еще я хочу обратить ваше внимание что производитель дал интересные рекомендации по оформлению вышивки и мы видим значит в кромочку вшит именно на даже не вшит а пришит нашит шнур шнур это не кантик а именно шнур и да вот я хочу тоже заметить то что конечно наверное лучше пришивать кант ой извините пожалуйста шнур а не кант дело в том что у меня уже есть такой опыт и вот тут как раз таки висит за моей спиной и я чуть попозже вам покажу в чем же сложность получаемая при пришивании канта вот шнури в принципе никаких проблем не возникает вы просто подхватываете ткань вот здесь вот эти просты простыми стежками и пришиваете нашиваете шнур и в принципе он смотрится как будто это вшит кант и здесь у евразин штат как мы видим обратная сторона имеет контрастный фон зеленый фон так мне интересно же стало что же между ними до между ними еще используется какой-то стабилизатор есть еще какая-то ткань видимо для жесткости для плотности либо для того чтобы скорее всего ткань белая для того чтобы фон вот этот вот зеленый яркого зеленый фон не просвечивал на вышивку в принципе все зашито так что вы не можете подобраться к обратной стороне и посмотреть что-то внутри все очень аккуратно зашито швы вообще не видны никакие стежки наметка ничего не видно это очень хорошо и спасибо производитель что он нам отдает такие прекрасные рекомендации и образцы чтобы мы полюбовались и чему-то научились так итак давайте же посмотрим следующий дизайн какие есть в ассортименте гейлору напоминаю что все товары вам доступны на нашем сайте нужно просто пройти регистрацию найти товар производитель евразин штант положить корзинку и оформить покупку либо этот товар вы можете искать через поисковик в других магазинах по рукоделию либо на маркетплейсах примеру вал борис и так дизайн артикул 13013 так и мы видим в дизайне также участвуют животные и он называется этот дизайн называется мечты охотника ну конечно прекрасно то что здесь животный мир представлен но я лично не поддерживаю такое истязание животных лучше ими любоваться пусть они витают и живут в живой природе и ничего с ними плохого не случается и так артикул 13013 очень длинный сюжет даже длиннее чем предыдущий 140 сантиметров 14 сантиметров ширина но в составе набора практически тот же набор материалов то что и в предыдущем артикуле и так мечты охотника дальше дизайн артикул 093613 и дизайн называется желтые розы ширина дизайн 15 и длина 105 сантиметров и обратите внимание что состав набора включена льняная ткань натурального оттенка желтые розы в перемешку с ромашками прям сразу напоминает нам песню ретро песню из 90 и так дальше артикул с птины счет набор уже мы видим здесь цветочный с птицей сидящий 13 264 так не найду пока как называется так набор называется птичка на ветке мах лета через запятую но это правда сразу навевает летнее настроение все цветы и мы видим присущие летнему месяц летним месяцам и синичка 1 на веточке сидит и бабочка в составе набора также молочный лен и мулине дмс и разобранная размер длина дорожки 100 сантиметров она немножко пошире 17 сантиметров длина 100 сантиметров и похожий очень дизайн даже можем вот так вот немножко сложить дизайн похожий но размер немножко другой 12 сантиметров ширина и 65 сантиметров дизайн артикул 13 211 и набор называется мак маки и ромашки ну они схожи немножечко вот маки их как бы с роднят между собой очень красивый летний дизайн смотрите какие яркие нитки составе набора прекрасно следующий дизайн также цветочные и размер его с 14 на 65 сантиметров артикул 13-0 32 васильки и мак называется дизайн васильки и мак но мы здесь действительно видим и васильки и маки небольшую стрекозку также молочная канва льняная в составе набора и ниточки демси дальше очень интересная дорожка длинная 141 сантиметр уже еще раз побит рекорд 141 сантиметр 18 сантиметров шириной то есть дорожка и широкая и длинная и артикул ее 0 9-27 75 3 снегиря ну как мы понимаем это весенний сюжет цветущей вишней и в составе набора основа натурального цвета льняная прекрасный такой птичий сюжет спокойный очень красиво будет смотреться очень стильно наверное будет смотреться в интерьере так дальше продолжение птичьей темы еще значит дизайн с птичками это 4 птицы 4 сюжета называется дизайн артикул 13-0 20 размер дизайна 14 на 65 сантиметров и как мы видим тут представлены четыре певчих птицы которые дополняют которые дополнены каким-то цветочным сюжетом можно такой я видела такие образцы есть вышивает по отдельности птичек раздельно вышивают в небольшое панно и подвешивают совсем рядом то есть можно как квартет сделать и собрать два на два либо четыре по штучно так ну давайте посмотрим на канву молочная канва молочного цвета льняная и мулине все также как и предыдущих наборах еще один дизайн с птичками но вот здесь немножко отличие тут горизонтальный дизайн просто мне он как бы напоминает он иногда вот наши клокер стрэнг клокер стрэнги и но это не кокер стрэнг никакой это просто панно со снегирями но может быть кому-то приглянется вот в дополнение к данным снегирям еще и не снегири значит дизайн артикул 14091 размер 20 на 50 принципе тоже тот же состав что и в обычных снегири на веток на ветке называется сожалению его никак вертикали не повесишь только горизонтально но я надеюсь многим этот дизайн очень нравится еще значит вертикальное панно очень красивая это веточка цветущей яблони 13 290 артикул и размер ее 12 на 75 сантиметров небольшой сюжет но очень красиво очень живописный нам очень родственные нас именно так яблоньки и цветут так еще дизайн тут уже дополнить дополнен дизайн бабочками и мы здесь на примере видим что рекомендуется использовать хангер вот такой вот проволочные с цепочкой данные такие хангеры тоже есть в ассортименте евразенштанд и вот такой дизайн артикул 08-4570 размер 26 на 105 сантиметров ирисы цветущие и бабочки а мы как из предыдущего стрима теперь знаем точно что символизирует ирисы ирисы символизирует богородицу так и значит в основе льняная канва натурального цвета очень красиво и посмотрите какие красивые ниточки здесь в наборе именно для ирисов великолепный наверно будет дизайн сюжет очень красивый и так дальше бабочки бабочки тоже вертикальном панно но здесь у нас качестве образца сделано оформление под рамочку но мы также можем вышить это и на хангере и использовать именно вот как в классическом примере норвежском также используется канва льняная молочного цвета артикул бабочек 14-255 размер 25 на 90 так теперь еще необычные уже сюжеты человеческие либо интерьер на какие-то пространственные смотрите очень интересный набор в которой в котором состав входит хангеры небольшие хангер но они входят состав набора плюс металлизированные мулине как мы видим и вот этот вот шнур который сшивается да и ну в данном случае это в качестве подвеса но вот как мы видели евразинштант пришивает их сбоку а да здесь тоже по бокам пришивается ну и в данном случае это набор который называется как конформация если я не ошибаюсь если я правильно назвала и что же это означает что же за такое конформация конформация за конформация вообще-то это в нашем случае это как причастие причастие либо не крещение но я сказала что это причастие да это более такой католический сюжет я думаю что наверняка найдутся у нас желатель желающие приобрести данный набор соответствии со своей религиозной установкой так дальше набор вот такая вот сельская жизнь называть сельское хозяйство артикул 13 324 размер 14 на 100 сантиметров очень интересный сюжет очень хочется его разглядеть тут великолепные сюжетики такие маленькие если вам будет видно значит на лошади идет распашка поля могу чуть неправильно сказать сейчас потом засеивание второй сюжет но видимо это как бы все таки старый такой старая техника и дальше повозка с лошадками сборка сена покос очень интересно прям не бы хотелось такой вышить тут значит за водичкой пошли забыл как называется когда носят воду так мы тут все забыли как это называется дело вот вот что значит да цивилизация все забыли из снопики сбор снопиков коромысла да не дает мне покоя теперь коромысла да ну такие своеобразные коромысла здесь используется но в общем очень интересный сюжет прям вот такой житейский и конечно же приятно вышивать те значит сюжеты из прошлых времен но и интересно конечно же то что это еще и такой скандинавский стиль мне очень понравился я в восторге от этого дизайна артикул 13 324 сам глаз что не избитый сюжет и вообще большая редкость большая редкость великолепно так давайте посмотрим молочная канва мулине разобранная все как мы любим и вот еще раз напомню 13 324 но и последний артикул который мы сейчас с вами посмотрим это сюжет с собачками это для тех кто любит собачек любит разные породы ищен еще данном случае это щеночки и такую вышивку можно повесить в детской комнате 13 241 артикул размер совсем небольшой 12 на 70 и сами собачки и как мы видим и ниточек не очень много но и сами собачки это милое дело вышивать таких прекрасных щенят весь веселящихся вот я думаю что будет приятно вышить для тех кто любит собачек да и вот еще один сюжет у нас также есть образец но в данном случае у нас вышивка на складе закончилась мы ждем поставку и сейчас я вам расскажу что давайте сразу скажу то что поставку мы ожидаем расширенном варианте на к нам придет больше гораздо больше таких вышивок и вообще ассортимент по евразин штант расширим мы обязательно концу лета а вот так что пожалуйста заглядывайте на наш сайт интересуйтесь новинками новостями не обязательно смотрите наши стримы о всех новиночках мы будем рассказывать и показывать но в данном случае это тоже очень излюбленный сюжет в евразин штант артикул 13 242 это веточка ежевики с сидящими на ней щеглами вот такие веселые птички и зреющие ягодки ну как бы как я и сказала что что сюжет излюбленные очень популярный и пожалуйста если вы заинтересовались то просматривайте ассортимент гела либо откладывайте в избранное и всегда будьте с нами ну а те дизайны которые находятся у меня за спиной это тоже из разряда тех которые уже разобрали вы не успели на них но также мы их ожидаем в своем ассортименте и сюжет я вам скажу артикулы 08 40 08 тире чит так 08 тире 44 12 это вот этот сюжет и эта птичка у нас камышовка и она сидит в бамбуковой такой веточки сейчас на мы покажем ее немножко может быть сбоку чтобы вам было видно сверху как там красиво всего вышито и соседний дизайн это вот этот вот рядышком который 08 тире 44 13 камышовка также камышовка барсучок даже эту птичку называют и она сидит именно в тростнике в тростнике вот вот тростничок мы видим такой красивый и вот эта камышовка забивает то который в бамбуке она видимо слушает и при прячется вот такие великолепные сюжеты всегда у нас в регулярен но бывает то что дизайн и наборы разобрали раскупили и мы ожидаем обязательно ожидаем поставки и хотим всегда вас радовать ну а на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний стрим оставайтесь пожалуйста на канале гелару сейчас у многих начинается отпускной сезон мы поздравляем вас с началом отпускного сезона с началом лета будьте с нами смотрите наши стримы и пишите нам в комментариях и мы счастливы что вы у нас есть всего вам доброго до новых встреч